Девушки отдыхают 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 КОНЕЦ У меня, простите, я Сергей, сын Анатолия Ивановича Коростылёва. И что? Вы знаете такого? Голаза не видела. Подождите, я получил от вас письмо. Я уже лет 10 никому не пишу. Сейчас полицию вызову. Жульё ходит тут всякое. Да подождите вы. Ну как же не вы? А кто тогда? Адрес же ваш написан. Мне просто нужно узнать подробности того, что там написано. Адрес мой. Писала не я. А кто? Никто. Извините. Постой. Может, моя постоялеца писала? Комнату меня снимает. Думаете, она? Я ничего не думаю. Тебе надо, ты и спрашивай. Вон у неё дверь направо. Спасибо. Здравствуйте. У меня с вашего адреса письмо пришло. Скажите, это вы писали? Что ж, что ж, что ж. Вам плохо? Чего? 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 Я сейчас. Дайте воды скорей. Можете чаю горячего сделать? Там женщине плохо. А мне что, хорошо? Плохо. Пойди. Выпейте воды. Спасибо. Спасибо. Вам лучше? Спасибо. Скажите, это вы писали? Сергей? Да. Я твоя мама. Ну, ты посмотри на него. Какой наглый, а? У нас дома такая же есть фотография. Тебе кто разрешал брать? У него своя кружка имеется. Да. Простите, он не знал. А вот этот шрам у тебя, это тебе два годика было с половиной. Ты с качелью упал. Ну да, я помню. Ну то есть папа рассказывал. Он пошёл с тобой гулять и не уследил. А я так ругалась на него. Так ругалась. Папа рассказывал. Скажи, а под коленкой у тебя след от ожога остался? Остался. Мы тогда в лесу картошку пекли. А уголёк отлетел. А ты так плакал, плакал, плакал. Я тебя еле успокоила. Не помнишь меня? Нет? Не узнаёшь? Что это? Свидетельство о браке. Я сейчас тебе ещё паспорт покажу. А, нет, не надо. Я верю. Верю. Скажи, а чего Толя сам не пришёл? Не захотел? Что? Что? Папа умер. Когда? Да... С месяца назад. Надо же, я... Я так давно хотела написать. Я... Знаешь, я просто всё не решалась. А тут вдруг как-то вот что-то почувствовала. Видишь, а не успела. Сынок, я... Я виновата перед тобой. Я перед тобой очень виновата. Да не прости. Мы с тобой как договаривались? Мужиков не водить. А ты что делаешь? Он сейчас уйдёт. Простите. А знаете что? Поехали к нам домой? Нет. Куда? Поехали, поехали. Нет, нет, нет. Я не поеду. Ну, поехали. Ну как? Вот просто так что ли? Как сейчас? Прям сразу? А чего? Поехали. А что с Анатолием было-то? Валило? Да нет. Машина сбила. Ну как это? Водителя до сих пор не нашли. Ищу. Не остановился даже. А ты что? Горе-то какое. Серёж, неудобно мне как-то, а? Да ну, мам, о чём ты говоришь? Тебе все будут очень рады. Я очень рады. Я машину там покажу. Пойди. Ну, проходи, проходи. Вот наше гнездо. Какие хоромы. Да какие хоромы. Все ремонт требует. Надюш, Оля, идите сюда. Знакомьтесь. Это моя мама. Мама. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы моя бабушка? Да выходит, что так. Только я вот гостиницу не успела купить. Как-то всё неожиданно получилось. Да какие гостиницы? Пойдёмте в дом, будем обедать. Спасибо. Мы когда с Анатолием на прииске работали, я учётчица была. А там много бывших зэков тоже работала. Ну, я и заразилась от них. Дубриклюзом открытой формы. А это же очень опасно для всех. А Серёжка тогда совсем маленький был. Меня отправили в больницу областную. А это прям совсем не близко от нашего прииска. И Анатолий сначала часто приезжал, очень часто. А потом… Ну, мам, рассказывай. Ну, потом всё реже и реже. Потом я… Я поняла, что у него появилась женщина, наверное, какая-то… Нет, Серёженька, я Анатолия давно простила. Это жизнь. Ты знаешь, я когда через год вышла из больницы, я сразу хотела поехать забрать тебя. Но у меня ни денег не было, ни жилья. И я просто подумала, что с отцом тебе лучше будет. Ты прости меня, конечно, я тебя предала. Да. Но я долго не решалась написать. Я всё время боялась помешать тебе, понимаешь? Я не знаю, что тебе про меня наговорили. Мне сказали, что ты умерла. Прости меня. Мам. Мам. Мамушка. Вот ты простишь меня. Мамушка. До сих пор не могу в себя прийти. Да уж, я-то в шоке. А ты? Даже представить себе не мог, что отец на такую способен. А ты не думай об этом. Ну, разные бывают ситуации. Ну, какие ситуации? Всё ясно, как день. Он её предал и стал умирать. Мы всего не можем знать. Ну, мало ли что между ними было. Оля, можно мама пока у нас поживёт? Андрюха сможет со школы забирать. Это что, на продлёнке мается? Ну, конечно. Конечно. Вот ваша комната. Это комната Анатолия Ивановича? Была. Здесь так ещё ничего и не трогали. Вы, если хотите, здесь можете всё по своему усмотрению переставить. Не надо, не надо. Всё прекрасно. Для меня это вообще хоромы царские. Я сейчас бельё застелю и уйду. Оленька, не надо. Я сама. Ну, я что, барыня, что ли? Спасибо. Ну, хорошо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну, как устроились? То есть, устроилась. Спасибо. Очень хорошо. Заходи. Ты когда маленький был, я тебе колыбельню пела. Не помнишь? Баю, баю, баюшки. Прискакали заюшки. Люли, люли, люлюшки. Прилетели гулюшки. Стали гули-гуливать. Стал Серёжа засыпать. Ага. О, проснулся мой сладенький. А что ты жарил? Оладушки любишь? Ага. Садись. О, запах. Доброе утро, Серёженька. Садись. Садись. Давай, пока горяченький. Сейчас я вам сметану дам. Оленька, доброе утро. Ничего, что я тут хозяйничаю. Я просто рано проснулась, думала, мальчишке встала, вот решила вот оладушки приготовить. Да ничего. Ради бога. Давай, садись. Садись. Приятно, когда тебе не дают приготовить завтрак. Опа, 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 молодец. Давай, давай, давай. Защищайся. Ого, бабушка, он как все знает. А знаешь, бабушка сколько игр знает. Сколько хочешь научу? Ага. Ну, беги, догоню. Победила, победила, победила. В салочке здесь здорово играть. Участок большой и дом очень красивый. Дедушка его чинить собирался, а папа с мамой хотели его сломать и новую построить. Правда? Ну, дедушка потом умер, но папа все равно хочет дом новый строить. Молодец, папа. И корабль обещал со мной достроить. Только у него все времени нет. А хочешь я бумагу? Да? Ну, беги, я сейчас приду. Хорошо, я тебя жду. Сынок. О, мамочка. Все работаешь? Да. Не устал? Да нет, чего не уставать-то? Ну как, всю неделю трудишься. Смотрю, он в выходной ни минуточку не присел. Да, повезло Ольге с тобой. Давно в отпуске-то были. Да ну, давно, последний раз на море вместе ездили. А я тоже, знаешь. Как отпуск придет, все деньги не хватало. И как-то вот не получалось. Слушай, так давай мы тебя отправим на море. Правда? Ты знаешь, Сережка, я бы в Москву мечтала съездить, в Красную площадь посмотреть, там по музеям походить. Это не проблема. Завтраку про билеты. Да? Конечно. Нет, нет, я одна не поеду. Ну куда? Да, мне с вами хорошо, я с вами так. Васил, сынок. Спасибо. Слушай, я тут с Валентиной, ну то есть с мамой я разговаривал, она в Москву мечтает посмотреть, одна боится, может мы с ней съездим? Все вместе? Ну да, мы на работе сможем от было взять, только у Андрюхина же у нас классная руководительница договориться. Ну, теоретически я могу поговорить на кафедре. Ну это хорошо. Когда завтра созвонимся и решим окончательно, да? Угу. 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 Сергей Анатольевич, мы без вашей подписью не можем отправить запрос на забор. А вы уезжать собираетесь? Да. Где они? Ну там, ждут савинины. Алло, мам, привет, это я. Слушай, ну мы с Олей договорились, что там было, так что мы в понедельник можем ехать. Да, билеты сегодня возьмут. Эй, прости, пожалуйста. Ну, можно мне на самолете, а? Нет, я правда борюсь. Честно, у меня, знаешь, как-то летело, думала, сердце не выдержит, не долечу. Поездом. Да, дольше. Слушай, ну, ну а ты попроси от Гулы еще на два дня. Вместе поедем. Ну, веселей будет, сынок. Спасибо, Сережа. Спасибо, сынок. Бабушка, а почему не на самолете? Тебя они спросили, щенок. Прости. Прости, пожалуйста. Ну, прости. Андрюш, ты уроки сделала? Мам, ну скажи бабушке, что на самолете лучше? Пусть, я правда не могу. Давай, как папа решит, так и будет. Хорошо? Ну, наш лоб горячий. Ну, пойдем температуру поверим. Ну, нету у нас больше запчастей, Сергей Анатольевич. Мы уже заказали. Неужели сейчас нельзя ни одной партии нормально отвечать? Извини. Да, Оленька? Что случилось? Почему не надо? Да нет, ну, у Андрюшки температура 38. Нет, мы не поедем. Оезжайте вдвоем. Хорошо, давай вечером решим. Ублюдок! Не может быть, чтобы она так сказала. Сережа, у меня со слухом все в порядке. Ты просто расстроила, что Ангелик заболел. Ну, да, да. Давай будем считать, что я ошибаюсь. Да поверь мне, она разозлила, что поездка сорвана. Она не сорвана. Я же предложил, чтобы мы поехали вдвоем. Она отказалась. Слушай, ну, я понимаю, а почему бы вам не съездить? Ну, скажи, как же я поеду, если внук болеет? Олечка, Сережа, здравствуйте. Здрасте, Игорь Андреевич. Добрый день. А что ж вы на улице? Могли бы в тепле подождать. Да неудобно как-то. Там незнакомая женщина. Ясно. Пойдемте в доме. Вот я и решил на воздухе подождать. Сережа, у меня не получилось на похороны приехать. Я в командировке был. Вот решил Толю помянуть. Светлая память Анатолию, земляным пухом. А где же… А, мы уборку делали, потом забыли поставить. Ну. Лучший мой друг. Больше тридцати лет дружили. Никогда больше не встречал человека более порядочного и честного. Да, да уж. Сколько он мне помогал по разным поводам. На прииске, знаешь, работа такая. Да и люди. Да, он рассказывал. Ну, мы последний раз с ним виделись где-то за неделю до моего отъезда. И… И что? Он был какой-то возбуждённый, неспокойный. Да. Сказал, будто что-то происходит. Но что именно, он не знает. И сказал, ему кажется, будто за ним кто-то следит. Следит? Ну, да. Я только в ответ рассмеялся. Не, ну, бред какой-то. Ну, кому надо за ним следить. Мне тоже показалось, что он в последнее время какой-то беспокойный. Все время задумывался о чём-то. Не знаю. Может, действительно его не случайно машина сбила. Ну, вот и ты туда же. Да ты знаешь, каким человеком был Анатолий? У него никогда не было врагов. И быть не могло. Давай ещё по одной. Валентина Васильевна, они же ещё не высохли. Валентина Васильевна, зачем? Они не отстирались. Их сначала нужно замочить. Потом взять щёточку и воротнички с манжетиками оттереть. Тогда грязь отойдёт. Да ну ничего, мне же не трудно. Но я же знаю, как ты, как ты устаёшь, как у тебя дел много. Я сделаю. Спасибо. 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 Андрюша, ешь. Не хочу, мам. Так. Кто болел? Кому нужно сил набираться? Мам, ну не хочу я. Давай хотя бы половинку. Как вкусно. Ой. Что такое? Что случилось? Ничего страшного, в волос попался. Не может быть я... Ну я же говорю ничего страшного. Оля. Что Оля? Ребята, ну перестаньте ругаться. Ну волосы, волосы. Меня тошнит от вашего волоса. Хоть ты замолчи. Не кричи на ребёнка. Ты на меня. Ой, ну вот из-за меня поругались. Мам, да никто не ругался, просто, действительно, бывает невыносимо. А сколько лет вы уже живёте вместе? Восемь. Это срок. Какой ещё срок? Ну, этап жизни. Говорят, что люди, бывает, устают друг от друга. Кто ни от кого не устал. Ты знаешь, конечно, это не моё дело, я не хочу вмешиваться, но... Что? Ну, нас, бабы, чтобы не дурили, знаешь. Вот так держать надо. Здравствуйте. Добрый день. Оля? Ой, Витя. Привет. Привет. Ты совсем не изменилась. А ты здесь с какими судьбами? Да это, решил по второму кругу институт закончить. В смысле? Пригласили преподавать в социологии. У нас на кафедре? Да. То есть мы теперь с тобой коллеги? Получается, что так. Женат? Да, три года. Доченьке три года. А ты? Я тоже. Сыну семь лет. Семь лет? Это ж когда мы с тобой последний раз виделись? Да. Ну, ладно, увидимся. До свидания. До свидания. Тихо. Мужик, да, да, выходи. Вы, извините за беспокойство, скажите, вы вот так все время сидите у окна? Ну, я считаю, все время, тут у меня рабочее место. А что вы хотели? Прямо перед вашим домом, чуть более месяца назад, произошло дорожное происшествие, человек измили. Это нет, про это мы говорить не будем. Я только хотел спросить. У моего мужа больное сердце, ему волноваться нельзя. Скажите, вы что-то видели? А ничего он не видел. Я ему и в полицию запретила обращаться. Вы из полиции? Нет. Лена, ну подожди, пусть молодой человек объяснит, почему это его интересы. Не надо мне его пояснений. Уходите, пожалуйста. Это мой отец. Он погиб. Лена. Ну, ну что, Лена, а кто будет вокруг тебя скакать, когда ты со своим сердцем? Ты что, не слышишь? Молодого человека отец погиб. Лена, что хочешь. Да, молодой человек. Я все видел. Наезд был преднамеренным. Никакой случайности. Водитель это сделал специально. У меня есть свидетель. Он инвалид. Работает дома и все время сидит у окна. Ага. И как он это понял, этот ваш свидетель? Он говорит, что в последний момент отец увидел машину. Попытался выскочить из-под колес. Водитель повернул руль и все равно сбил его. Сергей Анатольевич, ну вы это сами понимаете, что эти показания ничего не стоят. Может, как раз наоборот, водитель пытался уйти от наезда. Пешеходы, обычно, завидев автомобиль, начинают метаться по дороге. Из-за этого часто и происходит наезда, потому что водитель просто не может уйти от столкновения. Вот и все. Этот мужчина говорит, что есть еще один свидетель. Как вы их так находите, а? Все все видели, а не мы ничего не знаем. Ну и где? Где этот ваш свидетель? Тоже инвалид? Сидит дома у окна? Нет. Он сейчас на даче. Я его найду. Найдете, приводите. Запретить я вам этого, конечно, не смогу. Но, хочу сказать честно, толку от этого будет мало. От чего будет толк? Если найдем водителя, вот тогда вы так ищите. А чем мы по-вашему занимаемся? Баклушу тут бьем, что ли? А сколько? Семь? Ну а почему так поздно? У нас через неделю все равно заседание. Я не понимаю, зачем так срочно собирать кафедру? Да, это его аспиранты. Что теперь мы должны в перепрыжку все нестись? Вред какой-то, ну. Опять до ночи сидеть будем. Хорошо, я приду. Валентина Васильевна. А, что? Я, скорее всего, буду поздно. Ужинать и без меня. Конечно, Оленька, не волнуйся. Хорошо. Хорошо. Все, давайте садиться уже. Невозможно больше терпеть. Ну, Сереженька, ну давай все-таки Олечку подождем. Ну, вместе же веселее ужинать. Слушай, уже полвосьмого. А часто она так поздно приходит? Нет, не часто. Ну, как вот на прошлой неделе два раза. Сегодня, чего они там вечерями делают-то? Я ей позвоню. Ну, уж не беспокой. Пусть работает. Чего? Пап, пойдем корабль строить. Андрей, я занят сейчас. Пап, ну ты всегда занят. Только обещаюсь. Ну, сказал же занят. Зачем на ребенка-то кричать? Он-то здесь при чем? Садись, Андрюшка, давай. Можно узнать, где ты была? Где же еще на работе? Что-то плохо верится. Что? Да, что ты слышала. У тебя все в порядке? У меня все в порядке. А вот ты в последнее время взяла моду приходить, что знает во сколько. Почему мы должны гадать, где мама болтается, во сколько будет? Можно не разговаривать со мной в таком тоне? Я предупредила, что приду постно. Кого ты предупредила? Твою маму. Интересно, как ты так предупреждала, что она ничего не слышит? Я не знаю. Она мне даже ответила. Но она сказала, что ты не предупреждала. А это уж у нее нужно спросить. Почему она то слышит, то не слышит? А уж как рот откроет, тут же меня по-моему поливает. Не смей так говорить о моей матери. Можно я в своем доме буду говорить то, что хочу? Оставь мою мать в покое! А она пусть оставит меня. Я тебе сказал! Чтобы больше слова не слышала о том, где и почему я задержалась. Попробую еще раз заведя об этом речь. Я не понял. А что, Серега сегодня за тобой не приедет? Нет. Может, тебя подбросить? Ой, нет, спасибо. Спасибо. Сама доберусь. Мне пройтись надо. Извини, может, что-то случилось? Да свекровь у меня случилась. А, это та, которая нашлась? А какая же еще? А Серега что? Да что Серега? Смотрит матери в рот. У него с отцом таких отношений не было. А тут прям всегда самостоятельный был. Ну, мать есть мать. Мать, не волнуйся, все образуется. Ой, Вить, ну не надо. Извини. Пока. Пока. Извини. Сергей Анатольевич, а вам там клиенты звонят. Хорошо, что я уже уехал. Добрый вечер. Добрый вечер. Ты сегодня вовремя? Опять нехорошо. Я рад. Чего, что не позвонила-то? Я бы за тобой заехал. Ничего страшного. Прошлась пешком. Так от самого института и шла. Что ты хочешь? Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Мелчи! Шлюха! Андрей, собирайся! Куда? Мы едем к бабушке! Добро пожаловать в Казахстан! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А когда увидел, аж взбесился. Я думала, он дом поборжет. Ну а как? Его шалаут застукает, он взбесишься. Потому что правильно. Врать не надо. Наш бабы двое. Ну да. Кроме тебя. Как думаешь, не поедет за ними? Вернуть не захочет? Не захочет. Ну вот, по управлявой решили, как с ним потом быть. Я разберусь. Без нее легче будет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да. Устал, потому что на работе поел. Ну вот, а я готовила, старалась. Спасибо, мамушка. Правда, я потом поеду. Переживаешь. Как же переживаешь? Две недели их уже нет. Я сама по Андрюшке соскучилась. Не знаю даже, что делать. Ну, что делать, что делать. Захочешь сама вернуться? Ну, по воле не знаешь. Если она себе в голову что-нибудь вбила, не отступится. Семья — это не место, где характер показывать. Ничего, поживет, одна помается. Не знаю, на самом-то просто сам виноват. Ну, мало ли где она задерживается-то. Ну, зачем врать-то? Значит, не все так просто. Вот один раз уступишь, слабину почувствует, на шею сядет. Бабы они силу любят. Ну, не все. Все. А когда мужик как тряпка, и все об него ноги вытирают, это не жизнь. Ладно, пойдем. Пойдем, я тебя кормить буду. Пойдем. Пойдем. Пить. Мам, а когда мы уже домой поедем? Пока не знаю. Я хочу домой. Тебе что, плохо у бабушки? Нет, но дома лучше. Когда я решу, тогда и поедем. Но мы здесь уже столько времени. Ты что, не слышал, что я сказала? Ну, что? Сергей звонил? Нет. Отлично. Вначале учинил скандал. Потом оскорбил. А теперь он ждет, что ты к нему на коленях приползешь. Мам, перестань. Я сама дура, сама виновата. Это ты про Виктора. Ну, кто же мог знать, что он по тебе до сих пор сохнет. Ой, мам, перестань. Это сразу было понятно. Ты что, Витю не помнишь? Триста пятьдесят раз меня на дню мог поздравить с днем рождения. А эти его постоянные конфеточки, тортики. Еле похудело, когда его в армию забрали. И тут все было понятно. По его взглядам, по его разговорчикам. Просто думала, что обойдется. Если ты считаешь, что нужно возвращаться, возвращайся. Твое дело. Все. Нет, возвращаться сама нельзя. Они же тогда подумают, что я признала свою вину. Ну, если кровь, опять же. Нет, пусть он делает первый шаг. Сережка, ты куда? Мам, слушай, я все-таки за ними поеду. Ну, все, хватит, поскандалили и будет. А, ну, правильно. Чего маетесь-то? И по присмотрам будет. Мам, ну, по каким присмотрам? Ну, все, молчу, молчу, молчу. Ты, мужчина, тебе решать. Ужин приготовишь? Обязательно. Я быстренько, что невкусненькое сваргане. Обязательно. Ой, спасибо. Боялась, ты не будешь отговаривать. Ну, ты что? Ты что, сынок? Ну, что? Я тебе враг, что ли? Семья – это главное. Слушай, ключи от машины забыли, я сейчас. Ой. Мам, ты чего? Ой. Что случилось? Сейчас, подожди, 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 подожди. Садись. Ой, прихватило что-то, сейчас. Пойдем в дом, слушай, тебе нужно лечь. Да, ничего, ничего. Пойдем, пойдем. Пойдем. Ой, тихонечко, тихонечко. Да, я с ним сержусь, а? Ну, ты как? Там, лекарства там. Где? В столе. Нет. Мам, где именно там? Там, в другом. Да. Вот эти. Сейчас я воды принесу. Давай скорую вызову, да? Нет, сержу, не надо. Не надо сейчас собрать, друзья. Ты, знаешь, ты поезжай за своими. Мам, о чем ты говоришь? Я тебя не оставлю. Ах, Господи. Опять дело все равно, да? Перестань. Спи, все, спи. Спи, я рядом посижу. Давай. Мне пока не удалось найти второго свидетеля, он на даче, где-то даче никто толку не знает. Да не тратясь зря время, вряд ли от этого вашего свидетеля будет хоть какая-то польза. Посмотрим, но, по крайней мере, есть надежда еще хоть что-то узнать. Вы же водителя пока не нашли. Нет, не нашли. Так, а в чем проблема? Вы что, номер машины не знаете? А я не имею права сообщать вам деталь дознания. Вы заинтересованы в лесу, а это не положено. Ну, все. У меня отец погиб, вы ничего не делаете. Я к вам прихожу, каждый раз слышу одно и то же. Я просто хочу, чтобы вы нашли убийцу моего отца, понимаете? Понимаю. Хорошо, вам скажу. Средители сообщили государственным номер автомобиля, который совершил наезд. Костомой проверили. Эта машина совершенно другой марки. Ее владельцы опалили. Вот и все. Номера краденого? Ну, да. Что это? Было бы убийство? Нет, получается, что у вашего отца сбила машина с краденными номерами. Вот и все. Да господь с тобой, Сереженька. Кому же надо было Толю убивать. У него врагов-то не было. Никогда никого не обидел. Характер был такой, что... Ну, какой характер, мама? Ну, какой же характер? Если я всю жизнь думал, что надежнее его нет человека. Надеюсь, как с тобой получилось. Как получилось, так и получилось. Это жизнь. Ему о тебе нужно было думать. Я тебе давно сказала, я его простила. Такого человека, как отец, я больше не встречала. Все-таки я думаю, что не случайно его машина сбила. Я хочу узнать, кто решил его убить. Конечно. Как он до этого докопался? Он же не дурак. Он в полицию ходил? Ходил. Что? Сказали, что это обычный наезд. Да они не скажут ничего. Им нельзя. Они будут плести что угодно, лишь бы у вас их болит. А сами будут рыть и нас достанут. Что будем делать? Неизвестно, что он еще дарует. Завтра, когда он уйдет на работу, приходи. А если не управимся? По месту будем решать. Привет. Здравствуй. Замечательно выглядишь. Спасибо. Как ты? Нормально. Добрый день. Здрасте. Домой не пора? Ты меня спрашиваешь? Ну, а кого? Ты же из дома ушла, где? А ты извиниться не хочешь? За что? За что? То есть я должна тебе объяснить? Объясни уже, пожалуйста. Если ты не по нему, то прийти. Здрасте. За твои подозрения. За твои обвинения. За то, что ты мне не веришь. За твою мать, в конце концов, которая врет направо и налево. Опять? Маму оставь в парковой. Все понятно. Бесполезно объяснить. Обрадовалась, когда я его увидела. Думала, в себя пришел. Одумалась. А, нет. Все за свое. Ты извини, конечно, но что у вас произошло? Ну, говори. Помнишь, ты хотел меня поцеловать? Ну? Так вот, кто-то сфотографировал нас и прислал это фотоиммунный телефон. Какой же я идиот. Оль, прости. Это получается, что я тебя подставил? Ну, ладно. Ладно, что было бы то было. Подожди. А ты не думала, кто бы мог прислать эти фотографии? А главное, зачем? Понятия не имею. Кто-то из наших? В институте? Вряд ли. Кому это надо? Ну, да. В принципе, у тебя здесь совсем нормальные отношения. Потом, этот человек должен знать номер телефона Сереги. По-моему, это, может быть, как-то связано с твоей свекровью. Оль, я думаю, тебе нужно возвращаться домой к мужу. Получится, что я признала. Да плевать, что получится. Оль, твоя свекровь пытается развалить твою семью, а ты ей подыгрываешь. Вот и все. Да ведь я не могу. Оль, давай называть вещи своими именами. Где-то там, глубоко в душе, меня твои рассказы о том, что муж тебя не понимает и все такое, ну, не то, чтобы радует, но... Давай не будем об этом. Нет, давай именно об этом. Не важно, что я чувствую, но все равно я хочу, чтобы у тебя было все хорошо. Тебе нужно вернуться в дом. Оль. Я с Олей разговариваю. И что? Да ничего, снова поругались. Как там и быть? Она отказалась возвращаться. Может, действительно, надо было извиниться? А то я со своими претензиями... Мам, я не знаю, что делать, правда. Андрюшку еще столько времени не видел. Знаешь, что мой дорогой? Хочешь вынижаться, бегать за бабой, валяться в ногах, валяй, поезжай. Только знай, что ноги моей здесь больше не будет. Вырастил, Анатолий, не мужика, а тряпку. Сережа, ты, я так давно мечтала с тобой встретиться. И очень ждала нашей встречи. Но, я понимаю, что я очень хочу к тебе стать хорошей матерью, но все время лезу не туда. Но, понимаешь, так мало времени мы с тобой еще провели вместе, что я... Мам... Прости меня, я понимаю. Ну, давай я их тогда на выходные привезу, ладно? Знаешь... А у меня сегодня день свободный. Пойду, куплю вам постельное белье, вам понадобится. Но, мам, ты же не думаешь, что мы здесь надолго обстановались? Ну, не начинай, не начинай. Ты же прекрасно знаешь, что ты можешь вернуться, когда ты захочешь. Но мое мнение, ты знаешь. Знаю, знаю. Я надеюсь, что вся эта история, хоть чему-нибудь научит Сергея. Я тоже на это надеюсь. А хочешь, я тебе расскажу, что будет, когда ты вернешься. Хочешь, расскажу? И что? Сергей, конечно, обрадуется. Возможно, он даже скажет, что был неправ. Хотя это маловероятно. Но внутри он будет чувствовать себя победителем. И у вас опять все начнется сначала. Все все знают. Не знаю, не знаю. Все говорят, надо вернуться. Все? Это кто такие все? Все это все. Субтитры сделал DimaTorzok Заходи. Тебя никто не видел? Вроде никто. Откуда мы начнем? Вот здесь всегда была комната Сергея. Это он сказал? Это я тебе говорю. Мам, а можно я чемодан понесу? Андрюш, не надо, он тяжелый. Давайте я вам помогу. Спасибо. Да нет, здесь не может быть. Разве что в кровати посмотрим. Позже посмотрим. А сейчас пойдем и тебе подвал покажу. Там кирпич, бетон. Кирпич. В окно. Быстро. Уходи тем же путем. Спасибо. Тапки обязательно надень. Наконец-то. Уленька, я так соскучилась. Бабушка. Андрюшка, хороший мой. Пойдем. Раздевайся, я тебя кормить буду. Давай, быстрее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сережа Александрович, ты не представляешь, кто к нам приехал. О, Андрюха, здорова. А где мама? Я здесь. Тиста. Ольшка, я очень рад, что вы вернулись. Я был неправ, ты меня прости. Да ладно, что было, то было. Забыли. Ну, как ты тут? Фикер, ну это что, нормально, если не считать того, что у вас не было? Ну, я пытаюсь разобраться, что с отцом произошло. Ну что, будем праздничный ужин устраивать, а? Да. Праздник так праздник, да? Олечка, поможешь? Поможь, Олечка. Ну? Пойдем. Пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Угле считала, когда глазки откроются Так хотела узнать, какого они цвета, а серенький Ну что, давай маме помогать Я тарелки буду Нет уж, давай, ты приборы, а тарелки я Субтитры сделал DimaTorzok Что такое? Тебе ничего не смутило сейчас за столом? Нет, а что? Ничего не показалось странным в разговоре? Нет, ничего не показалось странным Мне показалось Ты слышал, как она сказала, что мы... Во-первых, моя мама не она Я прошу называть ее по имени и отчеству А что, ты слышал? Я не договорил Во-вторых Я не хочу больше слушать ту грязь, которую ты на нее льешь Все, хватит? Сереж Хватит, я сказал Один скандал мы уже пережили А второго раза, может, и не было Я могу сказать два слова Ни два, ни полтора Я ничего не хочу слышать Она это сказала, ты уверена? Абсолютно Я же не глухая Ольга Сергеевна Да Когда можно будет пересдать? Вы готовы? Ну так Ну на зачете тоже было не так Ладно, хорошо, в понедельник в три Хотя нет, лучше полчетвертого Спасибо Так, как она сказала, ждала, пока у ребенка глаза откроются Эта воскушка не попутала с котятами Ну так а я тебе о чем? Слушай, дальше Утром я решила еще раз ее проверить Пока Сережа не было, на кухне стала ей рассказывать Что наш Андрюша пошел полгода А первый зуб у него появился в два года Такую чушь весла Она все дослушала, как будто так и надо А вообще говоря, смешного мало Ну я не смеюсь Это значит, у нее никогда не было детей Значит, она врет Только зачем? Если рассуждать логически, возможны варианты Например, Сергея усыновили Или он ребенок Анатолия Ивановича Но не этой, как и у Палентины Васильевны В жизни всякой бывает И что? Она так вжилась в роль, что врет на провалу Конечно Зачем? Да нет, ну раз ничего Оля, ты смешная Она боится Потому что Сергея знает, что она не родная мать И выгонит ее Всю жизнь одна и одна Так мы терпелось, что Я не такое готова соврать Ну тут что-то другое Да, она не просто маму и бабушку изображает Она же другой характер изображает Добренько прикидывается В самых глазах злость Ой, по-моему, ты себя накручиваешь А вот и нет Я чувствую Здесь в прошлом семье их копаться нужно Вот у меня будет два свободных дня Я этим займусь Все тебе что-то мерещится Да ничего мне не мерещится Я тебе говорю, подозревает она меня Что она может подозревать? Не знаю, переехала вчера Молчит, слова не скажет И дальше что? Да ничего, ужин с ней приготовили Сели, выпили А, понятно Глаза залила и понесло тебе Умолкни О детях говорили Вот тут ты прокололась Я не помню Про Сережу что-то рассказывала Про детство говорила Что ты говорила? Говорю, не помню Утром Встала, опять начала меня допрашивать Проверяла, значит Сучка Что делать-то будем? Следить Чтобы нам какую-нибудь подлянку не кинул Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девушка, простите Вы не подскажете, как найти контору прииска? Да, вы знаете, вам надо дойти до центральной улицы Она так и называется, центральная А когда дойдете до перекрестка, спросите вам пока что Спасибо Ты знаешь, куда она приехала? В поселок Какой-какой На приездке она приехала Вот гнида Я же сказала, что она что-то подозревает Дай подумать, куда она может ссумиться Да подожди ты Там вроде никого не осталось Сейчас, куда она пошла? А, это в контору, наверное Глаз в нее не спускай И звони мне, слышишь? Коростылевый Нет, не знали А вы давно тут работаете? Директором прииска пять лет А до этого главным инженером Надо понять Они-то тридцать лет назад отсюда перебрались Девонька С тех времен Никого и не осталось Пап, ой, извините Ее только накладные забрать Сейчас, подожди Все, 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 нашла, нашла Вы уж простите, что я ничем не смог помочь Вы знаете У нас тут кто свое отработал Здесь не задерживается Да, да, я понимаю А тут столько лет прошло Наверное, никого и не осталось Кто помнит ваших этих Как они Коростылевым Да, да Ну, извините А в чем дело, Михаил Вадимович? Ну, вот женщина ищет кого-нибудь Кто здесь работал тридцать лет назад А где их взять? Ну, а Савина Какая Савина? На улице Геологова, в которой живет На прошлой неделе Приходила по поводу ремонта дома Дом семь, кажется Да, была такая Ну, что? Ну, как это что? Она же на пенсию вышла Еще до того, как мы сюда переехали Действительно Попробуйте А вдруг что выйдет Спасибо Ну, желаю удачи Давайте проведу Где я? Есть кто дома? Хозяева Марина Николаевна Да тут я Фу ты Напугала Простите, пожалуйста Я вас звала А я тут грядками занялась Вредители напали Прости, господи А вы пробовали Залой с мылом? Я всегда так делаю Помогает Да я только что увидела Лучше, чем химия Да я знаю А ты что, милая Хотела комнату снять? Ой, нет Я совсем по другому поводу Значит, вы знали Семью Коростылевых Ну, а как знала Я работала с Анатолием Он директор прииска Я учетчицей А жену вы у Валентина Тоже знали? Конечно А как же Ну, и что она собой представляла? Прекрасная женщина Милая и добрая И не в отца Совсем Что значит не в отца? Он что Плохой человек был Егор-то Гусенков Фамилия Валентины Девичья Гусенкова Ну, милый Плохой, хороший Не всегда можно Чертуть провести У иного человека И ситуация в жизни не случается Что понять, какой он А другой Всю жизнь проживет И ты не узнаешь Какой у него нутро-то Так а что Егор? А вот не знаю Я иногда на него смотрела И гадала Что у него на душе Да вроде мужик неплохой Настроение будет И поможет Посочувствует А иногда глаз у него Такой волчий становился Поперек дороги у него Я бы Становиться не стала А он жив? Да кто же его знает У него такая история Приключилась Он тоже на прииске работал Ну, а кто на прииске работает Почитай, все знают Какие участки невыбранные Ну, скажем Для артели невыгодно Работать по мелочам И они оставляют там Закрайные От главного этого участка Вот он Одиночка И там и старался Старался? Золотом А по советским временам За такое Будьте нате Можно было получить Вот он и получил А Крыстыревой Тогда уже уехали отсюда Десять лет тюрьмы Ему дали Ну, а потом-то Он вернулся, Егор? Нет Не вернулся А вот его подельник Был у него такой подручный Никаноров Ну, друг-недруг Егор к нему так относился Принеси подай Пошел вон Так вот Этот Никаноров Тоже Под суд попал В тюрьму Загремел Так вот Он, я слышала, давно Спокатился И живет в деревне Так вот Про Егор-то тебе А больше моего Наверняка расскажет А это далеко? Деревня Нирки Двадцать километров отсюда Нет, еще не выходила Ну, как я тебе позвонил А с тех пор у нее и сидит Так выясни, что это за бабка Узнай, кто это Как хочешь, идиот Лошара Чтоб тебя черти взяли Спасибо вам огромное Я поеду Да не за что, милая А что ж тебя так приняло В прошлом докопаться Ну, как вам сказать Хотелось побольше узнать О семье моего мужа У нас с Анатолием Ивановичем Были очень хорошие отношения Вот и заинтересовалась Как они жили? Ну, как они жили Этого я тебе не скажу Он, как Валентина Ты умерла Уехал в скорости отсюда Кто умер? Валентина Жена Анатолиева От туберкулеза Сергей, твой муж Тогда совсем маленький был Он что, тебе не рассказывал? Добрый день, братишка Не подскажешь, чей-то дом Подождите, а вы уверены, что она умерла? Милая, да я ж хранила ее И поминки помогала устроить по-соседски И с работы Анатолия тоже помогали От Гусенковых ждать особой помощи-то нельзя было Егор тогда, хотя еще на свободе был Но его ж кроме выпивки-то ничего не интересовало А сестра ее тоже еще Так, штучка выросла У нее была сестра? Милая, а ты точно Милая, невестка Анатолия Ну что же он тебе про свою семью-то ничего не рассказывал? Нет, нет, рассказывал Я просто как-то упустила Про жену свою рассказывал, да Да, Валентина действительно была очень хорошей человеком А сестра ее длинное человечешко, Галина Значит, я зовут Галина Похожи они были с Валентиной Их часто путали Даром, что погодки Злая и завистливая Хотя вроде Отца своего Егора Если надо, могла все прикинуться А глаза такие Злые, Гусенковские Да, глаза злые Тебе что, нехорошо, милая? Может, в дом пойдем? Нет, нет, спасибо Поеду я В город ехать надо Ну, и твое дело Спасибо большое Спасибо Спасибо Савина Савина? Алло, Галь Ты меня слышишь? Галина? Алло Она что там в обмраке валяется, что ли? Убей ее Она ей все рассказала Ты что, сдурела? Кто кому чего рассказал? Савина Она знала и меня, и Анатолию, и Валентину Она все рассказала этой стерве Если она сюда приедет То всему конец Ее надо убить Где хочешь, мне плевать Мне что, одной все тянуть? Вот давай и ты поработай Да я уже поработал С Анатолием Кто вопрос решил? Да что на тебе С Анатолия 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Да, Галина! Что ей нужно? Ты же сам меня убеждал, что ей нужно семейное тепло! Только вот очень большие сомнения у меня на этот счет. Мужу расскажешь? Да что я ему скажу? Он же слепо верит своей матери. То есть Валентине. Ой, нет, Галине. Фу, я уже сама запуталась, кто есть кто. Да не может быть, чтобы она его так околдовала. Да ведь так, именно так. Я же слова не могу ничего про нее сказать ему. И своей маме тоже рассказать не могу. У нее гипертония. Помрет, в одночасье, от таких новостей. Да уж, ситуация. Разве что завтра. Что? Ну, удастся, надеюсь, разъяснить некоторые вещи. Вот тогда мне будет, что ему предъявить. Против чего он поспорить не сможет. Ты мне хоть расскажешь? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Простите. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то хотели? Да, я хотела сделать запрос. Угу. А по какой теме? Запись гражданского состояния. Ой, девушка, ну это не раньше пятницы. А вообще, знаете что, лучше в понедельник сразу приходить. Но мне нужно срочно. Быстрее не получится. Это ж не от нас зависит, в конце концов. Ну от кого? Вы же здесь работаете. Девушка, в архиве работает полиция. Все опечатано. Полиция? Да. И как раз там, где хранятся записи гражданского состояния. Ну вот, а ты боялась. Даже платье не помялась. Еще ничего не сделано. Ну хорошо, хоть без мокрого обошлось. Пока да. А чего? У нее на тебя ничего нет. Эта запись про то, что твоя сеструха к коне двинула, так ее нет уже. Остались только ее слова против твоих. Все. Может, малинки им дать? А? А? Ну, малинки-то я достану. Только после этого сразу сваливать нужно. Достань побыстрее. Доброго, желаю тебя немного. Я тебе говорила. Я тебя просила. Кончить всё надо. Хорошо. Эй! Есть кто! Помогите! Ой! Что ты делаешь, сволочь? Помоги мне! Полиция! Убивают! Не переживайте раньше времени. Удар был довольно сильный, но, к счастью, видимо, кулаком. Могло быть и хуже. Мы сделали томографию. Пока ничего страшного не видим. А у вас надолго? Ну, мы сделаем дополнительное обследование и, думаю, после этого вы сможете забрать её домой. Спасибо. Спасибо. Серёжа! Это ваш муж? Да. Извините, но нам нужно закончить нашу беседу. Да, конечно. Как он выглядел? Он высокий. Он почти на голову у меня выше. Голосы тёмные. С сединой. Глаза вроде карие. Нос? Не знаю. Нос как нос. Какие-то особые приметы, может, шрамы роленькие? Нет. Нет. Хотя... Нет, подождите, у него над левой бровью небольшой шрам. Скажите, а как вам показалось, он не был пьян или под воздействием наркотиков? Нет. Вы раньше этого человека видели? Нет. Понимаете, с одной стороны, это банальное ограбление. Он вырвал, выпотрошил и выбросил сумочку вашей супруги. Ну, а что значит с одной стороны? А с другой? Свидетель говорит, что грабитель бежал за ней от самой улицы. И что? Грабители так не делают. Они налетают, хватают и бегут. Пока шум не поднялся. А, вот поэтому его спрашивали, были он пьяны или под действием наркотиков? Ну да. А тут она бежала от него, пыталась скрыться в подъезде. Звала на помощь, а он все равно преследовал ее. Зачем? Ладно, будем разбираться. Всего доброго. До свидания. Так за тебя испугался? Да все нормально. Даже не представляю, что ты пережила. Ну, ничего. Врач сказал, скоро тебя отпустят домой. Ничего опасного. Андрюшка с кем остался? Андрюшка с мамой. Поехали домой. А куда ты засобиралась? Тебе еще обследование делают. Да потом сделают. Поехали. Это из-за того, что Андрей остался с мамой? Я просто хочу домой. Ну правда. Ты именно поэтому заторопилась домой. Не кричи, пожалуйста. У меня голова болит. Прости, пожалуйста. Ну, ты никак не можешь оставить ее в покое. Просто тебе лучше остаться еще в больнице. Я поеду домой. Куртку дай, пожалуйста. Андрюш, иди сюда. Мама. Только аккуратно, Андрей. Аккуратно. Ничего, ничего. Все нормально. Беда-то какая. Ужас-то какой, а? Как же таких негодяев земля-то носят? Иди к себе в комнату. Как ты себя чувствуешь? Как же так? Я пойду чайник поставлю. Ну, слава богу, я вас наконец нашел. Кто искал, искал. Да мне уж сказали. Соседи. На дачу звонил. Только что же вы мне-то не перезвонили? А мало ли? Мало ли что? Мало ли что ты от меня хотел? Я по поводу того наезда. У вас у дома сбили человека. Они сказали отец твой? Да. Вы видели, как это произошло? Сосед мой, инвалид который, вот он видел. С соседом я уже разговариваю. Вы сами лично видели? Ну, я видел. Так. Помните, как это было? А что там помните? Изума еще не совсем лежит. Хотя, слава богу. Бабушка, иди сюда, иду, мой сладенький. Ну и в какое время суток это произошло? Чего? Ну, наезд, свидетелем которого вы устали, в какое время это произошло? Утром, днем, может, ночью. Не, ну нормальный вопрос, да. Ну, ночью-то, чтобы я увидел. Ну? Что «ну»? Когда это произошло? Ну, чего меня путать? Я из магазина шел. Значит… Я бы в магазин направлялся. Аккуратно в десять. Я каждый день, как по часам. Так, значит, в десять утра. Ну, может, кто и в десять ночи в магазин ходит, мне это неизвестно, но я в десять утра. Значит, десять утра, и что вы увидели? В смысле аварии. В смысле аварии? Видел. Вот, как его папашу машина сбила. Так вы что, знакомы, что ли вы? Да нет, нет. Он… Он мне сам рассказал, что, мол, его отца машина… Того… Чего, соврал, что ли? Да нет, не соврал. Так, что произошло? Мужик… улицу переходил, и тут машина, и… Бат, и все. Водителя запомнили? Он в машине сидел, ну, как я мог его запомнить? Он сбил и сразу… Ну, может, детали какие-то запомнили, а? Ну, какие детали? Я в магазин шел, мне поправиться надо было. Десять часов в мое время, я же вам объяснял, ну… Трубы у меня горят в этот час. Меня спроси с утра, как меня зовут, я к обеду только скажу. Понятно? Ну… Ну, как дела? Да никак. Старик – это толкаш законченный. Ну, надо же, как обидно. Я думал, следователь меня задушит. Я сам полдня потерял. И что, он совсем ничего не видел? Да все это бестолку. Правда, сказал, что капот у машины был помят. И что? Да ничего. Помят-то помят. Неправильно. Пусть полиция ищет. Им за это деньги платят. Не знаю, мам. Я еще подумаю. А Оля где? Оленька на кухне. Есть хочу. Обидать когда будем? Ну, уже все готово. Хорошо. Пойду переоденусь. Ольга, привет! Оля где? Как сразу все готово. Вот, вон что вон. Полево. Поляканье. Через 28 до 21 00. Айдерпителен. Полево. Полево. Ой. Что случилось? Господи. Случайно получилось. Оль, ну как же так? Ну вот так. Я так старалась. Готовила. Сережа, я… Ты ведешь себя? Недопустимо! Понимаешь, мне показалось, что твоя мама, она… Моя мама весь день порчь готовила, а ты… Да-да, я его вылила на пол. Да, я это сделала, так вышло. Понимаешь сама, что это ненормально. Твоя ненависть к моей маме – это уже просто паранойя какая-то. Вылить борщ на пол – это… Это вышло случайно, я же сказала! Завтра вечером у меня конференция, я буду поздно. Андрей с продлинки заберет моя мама, и он у нее останется. А почему твоя мама? Моя могла бы вполне. Пусть Валентина Васильевна отдохнет! Оля, ты ведешь себя странно. Я все сказала. Андрей из школы заберет моя мама. И вечером я за ним заеду. Ты сама это видела? Она в глаза мне смотрела. Она взяла кастрюлю и на моих глазах просто на пол вывалила. А там молоток лежал для отбивания мяса. Я не знаю, как ее не грохнула. Ты знаешь, я хотела взять этот молоток и просто ее бью. Да как она малинку учуяла? Она без запаха, без вкуса. Я не знаю, как она учуяла, почуяла, увидела, предвидела. Я не знаю. Да прекрати. Подглядела, не знаю. Да она просто тебя ненавидит. Успокойся, а? Самый край будет, если он не Конорова найдет, слышишь? Я же тебе говорила, я же тебя просила. Я же тебя просила, грохни его, он старый больной. Никто бы, ничего бы. Ну и что, опять за ней тащиться, что ли? Нет. Нет, не надо. Не надо. Завтра суббота. Два дня выходных. Никто не узнает. А? Никто. Галь, это же двоих придется. 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 КОНЕЦ Там куда? Мне в деревню Нерки. Ну, это туда съезжать надо. Да, я знаю. Не, мне не по пути. Я заплачу. Ну, там дорога плохая. Вы сколько хотите? Соточку будет стоить. Хорошо. Продолжение следует. Есть кто дома? Продолжение следует. Продолжение следует. Простите, мы можем поговорить? Вы меня слышите? А? Меня зовут Ольга. Я... Я приехала к вам по делу. Мы можем поговорить? Не за разговорами сейчас. Может быть, вам помочь? Да мне уж не шибко помочь. Ты кто такая будешь? Я Ольга Крыстылева. Это... родственницы Анатолия? Да, я его невестка. Жена сына. Ну, и что тебе надо? Я хотела кое-что узнать о семье его жены. Валентины. А что узнавать-то? Я ничего не знаю. А если что тебе надо, так у него самого и спроси. Анатолий Иванович умер. Умер? Это при каких-то обстоятельствах? Его сбила машина. Что с вами? Вам нехорошо? Господи, лекарства все кончились. Простите, пожалуйста, есть кто дома? Что вы хотите? Здравствуйте. Простите, пожалуйста, а у вас лекарства от сердца есть? А вы кто? Я к Никонорову приехала по делам. Из города мы разговаривали, разговаривали, а потом он плохо стал. Ну, да когда ему было хорошо. Пить меньше надо. Так у вас лекарства есть? Да сейчас, сейчас. Всю жизнь чертополухом прожил, а ты тут бегай ему, лекарства ищи. Лучше б ты ему водки из города привезла. Ну, я в следующий раз так и сделаю. Спасибо. Слушайте, какое мне дело до ваших проблем? С таможней сами разбирайтесь. Нет, это не форс-мажор. Вы сами сказали, что ошиблись в документации. Да? Вот и решайте проблему. Не создавайте ее мне. На следующей неделе нужно печатать большой заказ. И оборудование должно быть на месте. Все. Да, да, это ее муж. Нет, Оле думала, нет, она на конференции. На какой конференции? На вашей конференции. Извините, я, наверное, ошибся. Действительно, скорее всего, дома. Я сейчас приеду и передам ей. Вот, выпейте. А-а-а. Спасибо. Вам же лучше? Продолжение. Продолжение. Послушайте, я к вам ехала, бог знает откуда. Мне нужно с вами поговорить. Ну, вам же уже лучше. Хватит притворяться. Тихо, тихо, не притворяйся я. Костыли подай. Представлять я умею. Жизнь научила. Ты что хотела? Узнать о семье жены Анатолия. А-а-а. А че о них узнавать? Да, работал с Анатолиевым на полиске. Он директором, я рабочим. Вот, собственно, и вся история. Неправда. Вы с Егором Гусенковым незаконно мыли золото и получили за это срок. Смотри, много раз узнала. Много. Но не все. Здрасте. Где Андрей? А че ты хотел? Я хотел забрать сына домой. Оля сказала, сама заберет. Оля вообще много чего говорит. Это в каком смысле? В прямом. Андрей! Что это такое хочешь сказать? Например, то, что по ее словам она сейчас на конференции. Андрей, долго тебя ждать? Да, пап. Одевайся, мы едем домой. И где сейчас Егор Гусенков? Там. Умер? Еще на зоне. Что-то у него с желудком было. Так и не вышел. А я вот освободился. А ноги? А вы дочку его младшую знали? Галину? Ну, как не знать. Еще девчонка и помню. Ну, и какой она была? Что за человек? Ничемная девчонка. Не то, что ее сестра Валентина. Да, правильная, хорошая. Повезло Анатолию. Ну, да, да, это понятно. Ну, а что Галина? Не, ну, Галины парней-то много было. Она постоянно с кем-то хороводила. А вот, чтобы по любви счастье не сложилось, никто замуж не звал. И Валентине она завидовала люто. Хотя виду и не подавала. И что с ней стала? С уголовниками она связалась. Ну, те, которые после освобождения там на Приске работали. С ними в историю попало. Мужика они забили до смерти. Вот и села вместе с ними. В тюрьму? Ну, а куда же еще? За такие проделки сажают. А что с золотом стало? Ну, которое вы с Егором Гусенковым намыли. Так что с золотом? Я жду. Года три намывали, там должно быть много. Так пропало золото. Менты забрали. Да. Кстати, насчет, как вы говорите, ментов. Может быть, мне полицию сюда пригласить? Может быть, не со мной, так с ними захотите поговорить? Ладно, ладно. В доме у тебя золото. Сережа, может, не стоит? Оля сказала... Не-не, интересно знать, что вам сказала Оля. Мне она заявила, что находится на конференции. Назвонились кафедры и сказали, что никакой конференции нет. У нее сегодня свободный день. Где ваша доченька шляется, неизвестно. Телефон ее от не отвечает. Сережа, ну... Все. Давай. Готов? Пока, бабушка. И передайте вашей дочери, чтобы в моем доме она больше не появлялась. И что, милиция? Золота не нашла? Они там и не искали. Но кто мог подумать на директора Прискова? Это мой Егор у свата и спрятал. Только мне сволочь ничего не сказал. Вот я на следствии и сказать-то не мог, где золото. Поэтому мне по полной сроки впаяли. А где именно в доме золота? Я без понятия. Как-то на зоне Егор разоткровенничался. Говорит, выйдем на свободу, заживем, как люди. Мол, мы зря срок мотаем. Но вот где именно спрятал, не сказал. В последний момент язык прикусил. Да что ж вы сами-то не искали? Как? Без ног? На костылях не сильно побегаешь. Нашли бы себе помощника. А ты умная. Давай, поучи меня жизни. Где я найду человека, который мог бы доверять ему, а? Я людей хорошо изучил и цену им знаю. А Галина одна к вам приезжала или с мужчиной? Ну, когда ей все про золото рассказали, она одна приезжала? А что ты взяла? Что ты решила, что они приезжали? А значит, приезжали. И вы им все рассказали? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я знаю, с кем она приезжала. Мужчина высокий-сильный, шрам над бровью. Ну, ежели знаешь, чего спрашиваешь? Все, пора мне ехать. Далеко собрала? В город. Забудь. Видишь, как хлещет. За деревней дорогу развезло. Хорошо, если завтра уедешь. Пешком пойду? По-темному-то? Ну-ну, давай. Что мне делать? А мне почему-то и сама сюда приехала. И кто тебя не звал? Сигнала нет. У нас телефон и так через раз работает. А ежели дождь совсем с концами. Ну, со светом то же самое. Придется мне у вас ночевать. Нет, без проблем. Пожалуйста. Только сходи на кухню, керосинку принеси, чтобы не сидеть в потемках. Что, так прямо и сказал, чтобы ноги ее здесь не было? Да, так и сказал. А что мне остается? Правильно, правильно. С Андреем только вот как быть, ума не приложу. Через суд оставишь его себе. Она с ним видеться будет. Да, как он это переживет? Он лежит сейчас у себя, плачет. Поплачет, поплачет, перестанет. А что лучше, чтобы он видит, что мать его хвостом крутит? Или каждый день скандалы ваши слушают? Тоже верно. Тебе чаще нужно с ним видеться. Завтра возьми его. Съезди куда-нибудь и погуляйте. Нет. На завтра у меня другие планы. Я вот что подумал, раз у той машины, которая отца сбила, капот был помят, значит, он должен был где-то ее ремонтировать. Скорее всего, какого-то мелкого частника. Чтобы вопросов меньше было. Ты что, хочешь всех мастеров обойти? Почему нет? Я это дело до конца доведу. Конечно, конечно. Все надо доводить до конца. Каждое дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мало того, что он щенка суда своего приволок, завтра хочет обходить автомастерские. Затем будет искать, где ты машину чинил. Забудь. Времени нет. С утра подъезжай и жди в машине. Как только он уедет, я тебе позвоню. Все. Это край. Да мне плевать, кто будет дома. Я пожить хочу, как человек. Мне мешать нельзя. Ты меня знаешь. Ча-как. Опа-как. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok То есть Галина, почему она только сейчас занялась этим золотом? Я так думаю, что ее мужик, но тот, который с ней, он ее надоумил. Она вроде как недавно с ним сошлась. Это как только прадца рассказала, он-то и смекнул, что к чему. Да, он опасный человек. Он-то? Опасный. Только вот Галина рядом с ним, что гадюка в сравнении с ужом. Почему? Я ее еще по молодости знаю. Она и тогда не подарок была. А теперь... Как только я им про золото рассказал, она сразу этому мужику предлагать стала кончить меня. Прямо здесь, под окнами ей говорили, я все слышал. А он? Он сопротивлялся ни в какую. Говорит, что он на мокрое согласился только по необходимости. Так и сказал, что согласился? Ну да. Это он про Анатолия Ивановича. Свекра моего. Значит, Сережа был прав, что это был не случайный наезд. Ну, я об этом ничего не знаю. Они просто выбили из меня все, что хотели и подались отсюда. Спасибо, что не убили. Ну, вам-то они вашу долю обещали. С золота. Ничего они мне не обещали. Ты из меня их подельника не делай. Субтитры сделал DimaTorzok Женщина, сколько раз вам говорит, не поеду я. Что хотите делаете, не поеду. Ну, пожалуйста, поймите, вы там, возможно, люди в опасности. Да я все понимаю. Только машина моя от этого трактора не станет. Может, проедем? Да я за деревней сяду. Прямо за околицей. Говорю вам. Ну, а на чем тут у вас проехать можно? Трактор у вас есть? Есть. Отлично. Как вы найти? Где он? Где? В соседней деревне. Десять километров отсюда. Еще с вечера уехал. Грузовик вытаскивать. Но он же вернется? Вернется, если ему не налили. А я уверен, что ему налили. Так что о тракторе забудьте. Нет сети. Без шанса. У нас как дождь пройдет, так... Знаю, знаю. Мне говорили. И что мне делать? Пешком идти? Да уж, пешком. Пять километров по лесу. Семь километров дорогой. Ясно. То есть в электронику не полезете? Ни в коем разе. Там же загорит что-нибудь, вы первые мне претензии предъявите. Здесь надо родной сервис. Там оборудование. А я вещи попросил. Механика, тормоза. Жестянка, жестянка. Кстати, у меня один знакомый Ауди сигары делал. Капот был помят. Вроде у вас делал. А, Ауди. А цвет? Серый. А, делал. Ну, сзади въехали, аж полик в багажнике подел. Нет. Ну, именно капот. В дерево въехал. Капот. Нет, тогда не я. А когда? Если полтора назад или меньше. А, точно не я. Я сначала к родителям ездил, а потом приболел. Почти два месяца меня не было. Мастерская закрыта была. Ясно. Счастливо. Всего хорошего. Счастливо. Играет музыка. Чёрт, чёрт, чёрт. Тихо, 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 тихо. Ну, 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 давай, давай, давай. Чёрт, чёрт. Девушка. Девушка. Что вы хотели? А вы куда идёте? А вы почему спрашиваете? Любопытные мои, будто спрашивают. Погоди ты, если вы до шоссе, да, идёте, то там не пройти. Почему? Дождь же шёл всю ночь, там дальше так развезло, чистое болото. Вот мы в сапогах-то еле прошли по краешку, а вы вот ваших этих, вряд ли. И что мне делать? А там в конце поля тропинка будет. Направо. В смысле, налево. Ну, короче, вот вы увидите там туда. А, пойдёте по ней, она в лес идёт. По ней идите. Я не заблужусь? Нет, что вы, она, почитай, прямиком до самого шоссе идёт и свернуть там, по-моему, некуда, да? Ну, некуда. Спасибо. Девушка. Девушка. До свидания. Доброго пути. Да нет, что вы, жестянкой я уже давно не занимаюсь. А что так? Так, милый человек, это же в советское время всего три цвета было. Красный, серый и белый. А сейчас, понимаешь, всё на компьютере делают, цвета подбирают. И то, всё равно опытный глаз определит, крашена деталь или нет. Она со временем выцветает-то. Понятно, понятно. Сейчас-то всё по-другому. Ну да. Вот я тоже в них могу определить, крашена деталь или нет. Вот. Тят, например, крыло крашеное. Ну, что мне говорить, я и сам знаю. Ну, так тебя это устраивает, а другого нет. Другому понимаешь, что нужно было, чтоб тик-так всё было, чтоб комар носа не поточил. Ну, вот поэтому я жестянкой не занимаюсь. Вот если стекло поменять или фару заменить. Ну, хорошо, если всё-таки я решу перекрасить. Кому обратиться, чтоб подешевле-то было? Был у нас один старичёрк в гаражном кооперативе. Так я тебе скажу, вот он без всякого компьютера на глаз мог в колер попасть. Глаз у него был, как у Репина. Так я же… Художник такой был, Репин. Да я понимаю. А почему, вы говорите, мог бы? Так не может он уже, всё. Помер год назад. Из тех, кто не помер, ещё остались мастера-жестянщики? Есть один. Он сразу после школы по этому делу пошёл. Вот он тоже, я тебе скажу, вот как… Ну, хорошо. Адрес мне можно? Где это шоссе? Здравствуйте. Здрасьте. Анатолий? Ага. Мне вас Виктор рекомендовал. Чё за Виктор? Не знаю никакого Виктора. У него автомастерская, она радиальная. Ага. Где гаражный кооператив. Знаю, знаю. Трепача? Ну, да. Поговорить он любит. Поговорить любит. У него язык без костей. Чё хотели-то? Да вот, мне крыло на тебе красить. Посмотрите. Ну, так здесь и в колер не попали, и… Ну, сделаем. Давайте ключи. А вы знаете, я вспомнил, мне вас один человек посоветовал. Мы с ним у сервиса разговорились. Он говорит, у него серый Ауди, капот был битый. Так вы так всё сделали, подкрасили. Прям класс. Не помню. Не знаю. Ну, может, вы-то не помните, но он не забыл. Адрес ваш называл. Слушайте, я говорил, что не было такой машины. Значит, не было. Ну, значит, кого-то память подводит. Не понял. Ну, либо он вас знал, но никогда не видел, либо у вас провалы. Слушай, шёл бы ты отсюда. Я ещё не закончил разговор. А я закончил. Значит, мне очень нужен этот человек с битым капотом. Я тебе говорю, проваливай. Мол того, что ничего не помнишь. Ещё не слышишь? Я сказал, что мне нужно знать, кто он. Да пошёл ты! Слушай меня сюда! Этот гад насмерть сбил моего отца. Ты ремонтировал ему машину, значит, соучастник. В тюрьму захотел? Заткнись! Если бы ты сейчас же говоришь мне, кто он, тогда у тебя есть шанс явиться с повинной. Ибо я прямо здесь и сейчас тебя все кости переломаю. И в полицию отвезу. Ну, говори, кто он. Отпусти, отпусти, я скажу. Отпусти. Никогда раньше не видел его. Ты опять? Я и правду говорю, я раньше его никогда не видел. Он пришёл, сказал, что заплатит. Я всё сделал, он рассчитался. Потом сказал, что мне помалкивало, понимаешь? Как он выглядел? Высокий такой, сединой. Особые приметы есть? Да. Вот здесь шрам на брови. А который Олик? Слушай, Эрих, я не знаю, он твоего отца задавил или не он, но ты вот так с ним, лучше, поаккуратнее. Ему человека убить расплюнуть. Понимаешь? Буду знать. Какого чёрта ты телефон-то отключила? Стойте, стой, стой! Да что ж ты такое-то, а? Вызываемый абонент временно недоступен. Да включи ты его, господи! Мам, Оля не появлялась? Нет. Я не звонила. Мне? Ну не тебе, так Андрею. А откуда мне знать? Андрей! Он к Денису пошёл играть. Ага, я за ним схожу. Да поиграть сам придёт. Нет, нет, мне нужно, чтобы он дома был. Да что случилось-то? Ты помнишь человека, который на Олю напал? Ну? Хотел ограничить. Так вот он же отца убил. Может быть. Может. Я нашёл мастерскую, где эта сволочь машину ремонтировала. Мне хозяин его описал. Нужно срочно Олю найти. Ты уверен? Абсолютно. Андрею нужно звонить. Пусть домой идёт. Конечно. Ой. Что? Что такое, мам? Сердце? Так, пойдём, ложись. Ложись. Спасибо. Таблетки где? Кончились. Ага. Сейчас я в аптеку схожу. Вот так. Если Андрей придёт, скажи, чтоб дома сидел. И Оле передай, если звонить будет. Вам куда? В город. Сколько? Сколько хотите? Ну, я не знаю. Ну, давайте быстрее. Я тороплюсь. Ну, так и расстояние не близкое. Сколько? А в городе вам куда? Давайте по дороге всё обсудим. Поехали. Нормально. Поехали. Ну, а если не договоримся? Договоримся, обсудим. Всё. Ну, поехали. Тяжёлый зараза. Верёвку надо. Сейчас. А ты тихо лежи. И тогда ничего не будет. Ни тебе, ни сынку твоему. А будешь дёргаться, обоих кончим. Понял? Держи. Мама. 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 Что происходит? Мама. Мама. А нельзя побыстрее? Куда быстрее? Дорога не просохла. Понимаю. Мама. А так ведь тоже нельзя. Еле-еле плетёмся. Про тише едешь, пословицу слышали? Слышала. Так вот. Тут, если гнать, запросто можно с трассы следить. Понятно. Я тридцать лет за рулём. На дорогах всякого насмотрелся. Бывает после аварии, где человек, где железо, не поймёшь. А всё почему? Потому что торопился человек. Вести надо так, чтобы полностью контролировать движение автомобиля. А можно воспользоваться вашей мобильной? Всего один звонок. Мой просто в воду упал. Очень важный. Вы не поверите. У меня нет мобильного. Нет к чему мне. Трезвонят, кому не лень. А за рулём так вообще. Остановите машину. Машину остановите. Вас укачало? Вам плохо? Не очень хорошо. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Здесь должно быть. Я же говорю тебе, в комнатах надо смотреть тебя. Я здесь искала. Погоди. Субтитры сделал DimaTorzok Маша здесь. Ты точно здесь смотрела? Ищи. Есть. Лом возьми. Лом. Блин. Блин. Фонарик, да? Держи. Да что по тебе! Ну, что там? Да ничего, канализация. Труба проходит, вот и полость. Фу. Может, в саду где зарыл, а? Да нет. В доме должно быть, в доме. Чувствую, в доме. В подвале вообще глупо было искать. Ну, какая нычка в бетоне? А в каких отношениях были твой отец с Анатолием? Какие? Какого? Зятя с тестем выпивали иногда. Может, он дом помогал ремонтировать? Отец говорил, крышу помогал перекрывать. Чего ж ты раньше-то не сказал, а? Мент участковый. Где? Вот зараза, надо открыть. Да ну его, дома никого нет и все. Ты рехнулся? Соседи знают, что я дома. Пойду открою. А с этими что? Это твоя проблема. Добрый день. Здравствуйте. Позволите? Пожалуйста, проходите. Спасибо. Может, чайку? Да нет, спасибо. Я все дома обхожу и везде предлагают. Я что к вам пришел? У нас кражи по району. Да вы что? Да, уже несколько домов обыкрали. Вы чужим не открываете? Я всегда смотрю, обязательно смотрю, кто пришел. Всегда. А Сергея Анатольевича нет? А, он по делам уехал. А. А внук? Гуляет. Даже не думай дергаться, понял. Я не слышу ответа. Да, вы его так одному не отпускаете. Да, дома грабят, а вот еще попадется под горячую руку. А бандиты есть бандиты. Я сейчас обязательно вот пойду и приведу его обязательно. Может, все-таки чайку? Нет, спасибо. У меня к вам последняя просьба. Если вы увидите посторонних людей, ну, мало ли что там ходят, спрашивают о чем-то, вы сообщите, потому что, сами понимаете, без вашей помощи такие преступления очень трудно раскрыть. Ну, почти невозможно. Конечно, обязательно. Спасибо вам большое. Ну что вы, садитесь. Все вы люди, все вы человеки. Простите, а можно с вашего телефона позвонить? Мой не работает. Да, конечно. Возьмите. Я пойду. Телефон. А, да, я сейчас. Минутку. Телефон-то не отключил, лошара. Извини. Телефон-то не успел, а потом перезвоню. Да, Анти, чего? Бывает. Ну, я пойду. Да, кстати, вы здесь собираетесь жить. А вот сын пока не гонит. Этого еще и не хватало. Ну, тогда не пожалейте времени, регистрацию сделайте. Ой, простите, пожалуйста, я, простите, я приехала и вот… Все, ничего страшного, все бывает. До свидания. Всего доброго. До свидания. Я пойду. Я завтра же приду. Обязательно сделаю. Всего доброго. До свидания. Приходите. Что, не отвечает? У сына телефон выключен, а муж сбросил вызов. Поссорились, да? Бывает. Ну, ничего, приедете домой, помиритесь. Нет, тут все сложнее. Что же у них там происходит-то? С ума просто сойдет. Ну, это вы лишние. Мало ли, что в жизни бывает. У меня он тоже. Когда жена трубку не берет или дочка молчит, ох, я злюсь. Просто бешеным становлюсь. А потом приезжаю домой и выясняется, что… У меня предчувствия, понимаете? Там что-то могло случиться. Что? Настолько серьезно? Да, очень. Тогда поедем быстрее. Когда это было? Что? Что? Крышу чинили. За полгода до того, как отца посадили. Тогда точно здесь искать надо. Ищи меня сейчас. Крышу. Крышу. Андрюшенька, ты где? Галя, вон где? Андрюшенька, где ж ты спрятался? Не бойся, я ж твоя бабушка, я ж не знала, что этот гад тебя свяжет. Выходи, Андрюшенька. Андрюшенька, маленький мой, ну ты где? Где ж ты спрятался? А? А? Вот где ты спрятался. Пойдем, мой хороший. Пойдем, мой маленький, пойдем. Пойдем. Отпусти! Отпусти! Тихо! Заткнись, закрой рот, убьем! Морчи! Пошли! Тихо! Ну все, в город мне уже нельзя. Сколько вам должно? Да ну, бросьте вы, а чего? Нормально все. Спасибо вам большое. Всего доброго, счастливо. Чего так долго-то? Ой, пацана ловила. Что с ним? Сбежать хотел. Поймал ее? Что там? А! Вот смотри, здесь старая кладка, а здесь новая. Точно перекладывали. Надо здесь искать. Стой, подожди. Что? Дымом пахнет. Тебе кажется. Ты что, не чувствуешь, что ли, ничего? Нет, вроде. Сейчас. Говорю же, дымом пахнет. Это такой олажный пахнет. Что сделана ц圖? Скажите, олажная кружка сумма с Белом, Сейчас, как? Сейчас, все, все, бурдит. Давай, 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 еще немного. Тихо, 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 сейчас все будет. А! 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 Подожди. 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 Все. Заводит. Сейчас. 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 Не останавливайся. Слышишь? Слышу. До конца. До конца, Белочка. До конца. До конца, мой хороший. До конца. До конца. До конца. До конца. Мама! Субтитры подогнал «Симон» 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 До конца «Симон» 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 Андрей! Субтитры создавал DimaTorzok Да, жизнь! Вот у меня тесть никогда ничем не болел, а потом упал и все. И главное, 66 лет здоровый мужик был. Никто и подумать не мог. А вы надолго к ним? Видно будет. Я просто к тому, что с невестками-то разные отношения бывают. У меня, например, есть одна знакомая, так она говорит, что у свекрови с невестками вообще хороших отношений быть не может. Принцип у нее такой. А у самой две невестки. И с обеими, как кошка с собаками. О, стоят архаровцы. Доброе утро, лейтенант Кучеревский. Ваши документы. И вам доброе утро. Извозом подрабатываете? Да какой извоз, товарищ лейтенант. Я вообще никогда никого не подвожу. Это отказать не смог. Сама едет в другой город. Денег на поезд нет. Просила очень. Сын у нее умер. На похороны едет. Как тут откажешь, сами понимаете. Поезжайте. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok